Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Полыгалова рассталась с Ваней Барзиковым. Их отношения продлились всего три дня. Ваня рассказывает, когда я предложил ей объявить себя парой и вытащить её из статуса служанок, она согласилась. Но вчера на ток-шоу возврата не произошло. И сегодня она пришла и сказала, что нам нужно расстаться. Вот вам и искренность. В паре Марины Мексики и Саши Задойного раслад. Марина расстроилась из-за того, что Саша не прошёл проверку Юли Тепловой. Марина даже сбежала от Саши на другой остров. Майя Донцова рассказывает о том, как живётся ей на проекте вместе с мамой. Неделю назад на проект пришла моя мама. Она говорит, что мне нужно перестать размениваться на интрижки и короткие романы. А пора строить отношения, которые приведут к семье. На кастинге мама нашла достойного парня для меня. Парень симпатичный, но больше я в нём ничего не увидела. Но мама считает, что именно он будет достойной партией для меня. Ждём его на поляне, посмотрим, что из этого выйдет. Надя Соколовская и Катя Кауфман поругались. Они вытащили наружу всё грязное бельё друг друга. В процессе ссоры вскрылось экскортное прошлое Нади и Кати. Оказывается, в Саранске они состояли в модельном агентстве. И хозяйка этого агентства продавала девушек богатым мужчинам. На поляну вернулась Саша Гозиас. Вместе с ней приехали дочка София и мама Наталья Ивановна. Костя встретил своих девушек в доме, подарил всем цветы, показал комнату, которую он сам для них приготовил, и всё равно не угодил Саше. Ей показалось, что он слишком к ней холоден. Фанатам телепроекта не понравилось, что Гозиас привезла с собой всю семью. Вот некоторые комментарии. Нормальные родители, наоборот, будут защищать своих детей от грязи, от мата и драк. А эти ради денег готовы травмировать детскую психику. Там же за всё платят деньги. Сказали привезти, она и привела. Денег заработают и домой. Да ладно вам, сейчас Гозиас два дня повозится с ребёнком на камеру и хватит. Пойдёт с Костиком подосиновики искать. Привела и привела. Ребёнку разнообразие, смена обстановки, интересно будет. Гозиас не первая и не последняя привела. А возмущаются так, как все. Как вы помните, косметолог Оксана не смогла стать участницей проекта. Её не приняли девочки на поляне. Но зато теперь она отдохнёт на Сейшелах. Оксана пишет. Ну что, дорогие, теперь я буду косметологом на Сейшелах. Буду наводить красоту новым участницам. Андрей Чуй, в которой находится на дубайских каникулах вместе со своей девушкой Мариной Африкантовой, выложил её постельный снимок. Андрей запечатлел накрытый стол и обнажённую Марину со спины. Подписал фотографию, чуев так, за минуту до волшебства. В сети появились слухи о тайном замужестве Вики Романец. Стоило ей появиться в прямом эфире «Дома-2» в качестве ведущей, как это породило новую волну сплетен. Зрители заметили на её безымянном пальце кольцо с огромным бриллиантом и предположили, что она тайно вышла замуж. Слухи о квартире Саши Задойного не подтвердились. Сестра Саши, Анна, опровергла эти слухи. Она написала «Я в таком шоке. Кому-то не живётся спокойно, поэтому они лезут и выдумывают всякие небылицы про Сашу. Квартира наша при нас, не переживайте. Есть крыша над головой и ещё какая. Никаких долгов нет. Всё наше при нас». Бывший участник телепроекта Егор Халявин продолжает совершенствоваться. На этот раз он улучшил форму бровей. Как вы помните, до этого он корректировал форму губ и удалял жировые комочки щёк, чтобы лицо было более худое. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!